Почерк Ольги Майдельман об известном психоаналитике Сабини Шпильрейн читает президент группы компаний Mozart House, президент Восточноевропейской Ассоциации Сомелье и Экспертов, член Итальянской Ассоциации Сомелье, доктор философских наук Александр Винник. У Шпильрейн, первой женщине в истории психоанализа, хорошо известно на Западе, но в СССР, где секса не было, а сам психоанализ считался лженаукой, ее история замалчивалась. Известный фильм о ней «Опасный метод» мог бы показаться голливудским преувеличением, но сценарий жизни нашей героини и в самом деле был настолько причудлив, что нарочно не придумаешь. «Опасный метод» — фильм 2011 года режиссера Дэвида Кроненберга. Сабину Шпильрейн в нем сыграла Кира Найтли, Зигмунда Фрейда, Витмортенсен, Карла Юнга, Майкл Фассбиндер. Сюжет строится на сложных взаимоотношениях этих трех персонажей. Так уж получилось, что Сабина прежде всего известна как часть любовного треугольника, две другие стороны которого составляют великий Зигмунд Фрейд и Карл Юнг, учитель и ученик. Это не имеет ничего общего с настоящим положением вещей. Если Фрейд и был частью треугольника, то ни в коем случае не любовного. Шпильрейн же — личность сама по себе исключительная. Не просто женщина, поссорившая двух гениев, а прежде всего оригинально мыслящий ученый. В своих работах она предвидела многое из того, что позже стало достоянием обеих школ — Фрейдзиской и Юнгианской. Но, черт возьми, она была женщиной. Женщиной в мире мужчин, и никто из мужчин в полной мере не признал ее влияние на науку. Мало того, она сама считала, что женщина, никак не уступая мужчине по уму и силе воображения, способна быть лишь творческим катализатором и не в силах создать равнозначные произведения искусства. «Глупо, что я не мужчина», — записала она в юности в дневнике. «У них все получается легче и без стыда, потому что жизнь под них подстроена». Однако как же девушка из Ростова стала членом Венского психоаналитического сообщества, опубликовала десятки работ и обзавелась учениками, а нашла она свое призвание, будучи пациенткой психиатрической клиники. И какую роль Сабина сыграла в раздоре между Юнгом и Фрейдом? Заглянем в ее детство. Ведь по Фрейду все ниточки тянутся оттуда. Родилась Сабина в конце XIX века, в 1885 году. Ростов-на-Донок тому времени был относительно большим. Около 80 тысяч населения торговым городом, который рос как на дрожжах. Центральными были улицы Большая Садовая и Московская. Пушкинская, где и сегодня стоит красивый трехэтажный особняк семьи Шпалерейн, дом номер 83, называлась Кузнецкой. Новая на то время улица, быстро застраиваемая купцами. На Кузнецкой находилась и Екатерининская женская гимназия, которую Сабина окончила с золотой медалью, свободно владея четырьмя иностранными языками. В пьесе Кристофера Хэмптона «Исцеление словом», по которой был снят фильм о Сабине, она говорит Юнгу «Мой город особенный. Он не похож на остальную Россию. Там красиво. До моря рукой подать». Семья жила в достатке. Отец Николай Аркадьевич был купцом первой гильдии. Мать, Ева Марковна, имела свою стоматологическую практику. Когда Сабине было пять лет, семья некоторое время жила в Варшаве. Там девочка ходила в передовой детский сад Фридриха Фрёбеля. Собственно, название детский сад «Киндергартен Фрёбель» и придумал, нарекая детей растениями, а воспитателей – садовниками, выращивающими личность ребёнка. Личность Сабины росла нежным цветком, тонкая, интеллектуально и музыкально одарённая, невероятно чувственная, напряжённая, скандальная атмосфера внутри семьи к этому располагала плохо. Отец вспыльчив и крайне строг, даже жесток. Хотя телесные наказания к концу XIX века в России фактически запрещены, за провинности детей он бил лично. Детей было пятеро. Кроме Сабины, трое братьев и маленькая сестра. Сцена порки одного из братьев глубоко потрясла четырёхлетнюю Сабину. Вообще пороть тогда было принято только мальчиков, но импульсивного отца это не останавливало, доставалось и девочкам. Глубокая лицемерность ситуации состояла в том, что после наказания нужно было поцеловать бившую тебя руку. От одного взгляда на руки отца её начинало тошнить. Любовь и ненависть к тому, кто бьёт, ужас перед наказанием и желание быть наказанной стали одной из причин её нервного срыва в восемнадцать лет. А ещё семейная трагедия. Я отдалилась от всех людей. Это было примерно в шестом классе после смерти моей сестрёнки. Эмилия умерла от сифа. Когда и началась моя болезнь. Я бежала в одиночество. Записала Сабина в дневнике. Болезнь выражалась в подростковых попытках суицида, нелепых выходках. Однажды хотела покормить котят грудью. В ночных кошмарах, которые списывались просто на невротический характер. Но в 1904-м у неё случается психоз, который по-настоящему пугает родителей. Истерика неконтролируема. Она и плачет, и смеётся одновременно. Сидя на кровати в респектабельном отеле с пылающим лицом вопит. «Все округом лжицы и обманщики!» Так, вместо поступления в швейцарский университет, она ещё со школы мечтала выучиться на врача, Сабина попадает в швейцарскую психиатрическую клинику Бургхольцле рядом с Сюрихом. Позже там же лечится от шизофрении сын Альберта Эйнштейна Эдуард. С момента попадания в больницу, кстати, начинается фильм Дэвида Кроненберга, после которого актрису Киру Найтли упрекали в том, что она глупо корчится, однако симптомы Сабины, увы, были именно такими. Гримасы, лицевые тики, судороги. Диагноз – психотическая истерия. Волею судьбы её лечащим врачом в клинике становится молодой перспективный доктор Карл Густав Йонг. Ему 29 лет. Именно на Сабине он решает впервые попробовать революционный метод профессора Фрейда. Вместо водяного шока, фиксации в успокоительном кресле и прочих традиционных практик доктор предлагает просто говорить. Всё, что взбредёт в голову, вы говорите, я буду слушать. Они сошлись идеально. Замкнутая девушка из многодетной семьи, которую никто никогда толком не слушал, и психиатр, которому была нужна мышка для опыта. Но мышка особенная, умная, с адекватной реакцией. На излечение ушёл год. Целый год терпеливых разговоров, расшифровок снов, попыток проникнуть в бессознательное. И припадки прекратились. Сабина смогла понять и принять себя. Перестала думать, что она грязная, порочная, демон, а главное, как бы пафосно это ни звучало, поверила в себя и свою мечту стать врачом. Прямо из клиники Сабина подаёт документы на медицинский факультет и поступает. Она студентка университета Цюриха. Причём довольно заметная. Группа ростовских девушек значительно отличалась от обычных студенток-евреек швейцарских университетов того времени по внешности, манерам, взглядам, вспоминал Хайм Вейцман, первый президент Израиля, в то время живший в Женеве. Они были гораздо привлекательнее, чем их ровесницы. Они были менее увлечены русскими революционными идеями, не то, чтобы они были равнодушны к ним, просто они уделяли больше времени учёбе и меньше бесконечным собраниям и дискуссиям. Студенческое общественное мнение было против ростовчанок, но те не обращали внимания на вражду. Всё это время встречи и разговоры с Юнгом продолжаются. Более того, их терапия взаимна. Он щедро делится с ней своими мыслями и снами. Она участвует в обходе больных, они вместе обсуждают клинические случаи. «Теперь Шпилерейн уже не пациентка, а добровольный участник психоанализа, анализант». Вдохновлённый успехом, Юнг решается написать Фрейду. «Рискуя наскучить, я хотел бы представить вам своё последнее наблюдение. Сейчас я лечу вашим методом истеричку. Трудный случай. Двадцатилетняя русская студентка. Больна в течение шести лет». Пятидесятилетний Фрейд, живущий в Вене, отвечает подробно и дружелюбно, одобряя выбор мышки. «Я рад, что русская девушка, студентка, необразованные люди пока остаются недоступными для наших анализов». Юнг наносит профессору визит в Вену. Встреча окрыляет обоих. Завязывается интенсивная переписка. А спустя год Фрейд доверяет молодому учёному выступление на Международном конгрессе по психиатрии и неврологии в Амстердаме. Само собой, случай излечения психоанализом, о котором он делает доклад, это дело о Сабине Шпилерейн. Фрейд ульстит, что его заграничный ученик-немец. «Практически все его последователи евреи, как и он сам, коллеги арийского происхождения, нам совершенно необходимы, иначе психоанализ станет жертвой антисемитизма». Надо сказать, что объектом яростной критики психоанализ стал, едва родившись, слишком откровенно задевал он сексуальную жизнь. Задел он и сексуальную жизнь доктора Юнга, и его возрожденной к жизни пациентки. Сабина предсказуемо влюбилась в того единственного, кто слушал и понимал ее. По Фрейду это было, грубо говоря, делом техники. Такой эффект он назвал переносом, в данном случае эротическим, и в 1906 году писал о нем Юнгу. Вы, вероятно, уже поняли, что излечение нашим методом происходит и в результате фиксации либиду, ранее имевшего бессознательную форму. Это и есть перенос. И далее. По сути дела, излечение происходит через любовь. Свою любовь к Юнгу Сабина возвышенно называла поэзией. Юнг тоже не на шутку влекся страстной русской. Когда в 1908 она уезжает на летние каникулы домой, он пишет ей «Никогда я не осознавал так ясно, как теперь, насколько я к тебе привязан». Влюбленная в одного немца и во всех немцев сразу, она сходит с ума по музыке Вагнера и признается Юнгу, что мечтает смешать арийскую и еврейскую кровь, родив от него спасителя, великого Зигфрида, так звали героя цикла опер «Кольцо Нибелунг». Однако есть одно «но». Доктор давно и счастлива женат на богатой швейцарке Эми Раушенбах, и у них уже двое детей. Фантазия о Зигфриде пугает и отрезвляет его. Продолжая лечение вплоть до 1909-го, он пытается держать дистанцию по Фрейду контрперенос. Этот метод у отца-основателя возник опять же на анализе отношений Юнга и Шпилерейн. В переписке Фрейда и Юнга юная Сабина поначалу фигурирует как малышка. В одном из писем 1909-го года Юнг осторожно признается учителю. «Разумеется, она рассчитывала меня соблазнить». Фрейд сочувствует. «Дорогой друг, такие переживания болезненные, но необходимы и почти неизбежны. И хотя сам я не попался на эту удочку, я не раз бывал в двух шагах от этого, и мне на силу удалось спастись». Но о скандальном романе становится известно. Юнг уверен, что слухи распускает сама Сабина. Это не так. Он увольняется из клиники в гневе, пишет Фрейду. «Пациентка, которую много лет назад я, не пожалев усилий, вытащил из крайне тяжелого невроза, предала мое доверие и мою дружбу самым оскорбительным образом. Она подняла гнусный скандал только потому, что я отказал себе в удовольствии сделать ей ребенка». Но внезапно малышка обретает голос, и после того, как Юнг рвет отношения, из полуанонимного фигуранта переписки становится зримой фигурой. Сама пишет Фрейду. Она просит аудиенции, сообщая о своем крайне щекотливом положении. Фрейд отказывает, с изумлением вопрошая дорогого друга Юнга, «Кто она такая? Болтунья, сплетница, параноичка?» Каково же было его удивление, когда, надавив на Юнга, он, наконец, узнал о нарушении врачебной этики, которая замалчивалась годами. Это дало первую трещину в их дружбе. Спустя всего два года, в 1911-м, Фрейд лично принимает малышку в члены своего венского психоаналитического общества. Он даже признает, как женщина вы имеете прерогативу более точно видеть вещи и более достоверно оценивать эмоции, чем мужчина. Фрейд крайне впечатлен ее диссертацией о психологическом содержании одного случая шизофрении. Шпилерейн впервые исследовала расстройство личности с точки зрения психоанализа, что стало прорывом в понимании болезни. Саби написала об утрате собственного «я» в близких, а также сексуальных взаимоотношениях и доказывала, что шизофреники боятся их из-за страха потерять себя в другом человеке. Фрейд публикует эту работу в «Авторитетном ежегоднике психоаналитических и психопатологических исследований». Основные идеи диссертации Шпилерейн заимствует Юнг для своих эссе, ведь он помогал Сабине как научный руководитель. К тому времени она нашла в себе силы перейти на профессиональный уровень отношений, хотя еще недавно ее дневник кричал о чувствах. «Любовь к моему другу переполняет меня безумным жаром. В какие-то моменты я яростно сопротивляюсь, в другие даю ему целовать каждый мой палец и прижимаюсь к его губам, почти теряя сознание от любви. Как глупо писать об этом, но как я могу противостоять этой дикой силе?» Однако она смогла и, вопреки своему же стереотипу о второстепенности женщин опередила мужчин в наличии оригинальных идей. В 26 лет Шпилерейн стала первой женщиной Европы, получившей степень доктора медицины в области психологии. В 27 написала свою, наверное, самую знаменитую работу «Деструкция как причина становления». Отталкиваясь от мысли Юнга, Фрейда и других психиатров, даже одиозного Отто Гросса, добавив опыт наблюдений за своими пациентами, она выводит новую концепцию о двойственности инстинкта сохранения рода, о том, что эротическое желание неотделимо от желания разрушения личности ради возрождения в новом качестве. Как бы парадоксально это не звучало априори, в нашей глубине есть что-то, желающее этого самоповреждения, поскольку я реагирую на это с удовольствием. Или вот, изменениям всегда предшествуют уничтожение прежнего порядка вещей. По сути, Сабина, открыв этот феномен, подарила фрейдизму одну из его опор, влечение к смерти. В 1912 году ее выступление не имело такого уж большого успеха, но, публикуя в 1920 свою знаковую работу по ту сторону принципа удовольствия, Фрейд прямо упоминает эссе Шпилерейн, признав, хотя и не без ехидства, что оно подтолкнуло его к мысли о противоречивом единстве Эроса и Танотаса. В одной богатой содержанием и мыслями работы, к сожалению, не совсем понятной для меня, Сабина Шпилерейн предвосхитила значительную часть этих рассуждений. Более того, психологи считают, что деструкция предвосхитила и одну из главных теорий Юнга о коллективном бессознательном. В том же 1912 году жизнь Сабины кардинально меняется, и она подводит черту, оставив последнюю запись в дневнике. 14 июля вышла замуж за Павла Шефтеля. С Шефтелем, русским врачом, она познакомилась в Вене. Вместе они ненадолго возвращаются в Ростов-на-Дону, где Сабина читает доклад об учении Фрейда, а, забеременев, пишет и публикует первую работу по детскому психоанализу «Дополнение и понимание детской души». Своего ребенка, увы, это не Зигфрид, а девочка Рената Шефтель, она рождает уже в Берлине. Дом, где доктор Сабина Шпильрейн жила с мужем, немецкое психоаналитическое общество отметило мраморной табличкой, указав, что ее деструкция стала серьезным шагом выдающейся креативной мыслительницы. Но вспыхивает Первая мировая война, и Сабина с дочкой и мужем возвращаются в Швейцарию. В 1915-м мужа мобилизуют в русскую армию, и она остается одна с двухлетним ребенком на руках. Работает в разных клиниках, в институте Жан-Жака Руссо, продолжает исследование, пытается писать роман, но денег все это не приносит. Сабина бедствует, а родители все реже могут поддержать дочь материально. В 1917-м наступает полный крах. На Россию ураганом обрушивается революция. Теперь вся власть, а заодно и конфискованные имущества, в том числе и шпилерейнов, принадлежит народу. Сабине удается найти практику. В 1921-м она становится психоаналитиком Жан-Апиаже, а затем и его учителем, пробуждая у него интерес к детской психологии. Пиаже начинает изыскание в области мышления и речи ребенка, а позже создает известную теорию когнитивного развития. Пиаже начинает изыскание в области мышления и речи ребенка, а позже создает известную теорию когнитивного развития. Все эти годы она в письмах поддерживает теплую дружескую связь как с Фрейдом, так и с Юнгом, несмотря на то, что те рассорились окончательно из-за разных взглядов на психоанализ еще в 1913-м, Шпилерейн долгое время пыталась их помирить, потому что была уверена, науке необходимы они оба, и психоанализ только выиграет от их союза, но безуспешно. Карл резко замечал Зигмунду. Ваш метод общения с вашими учениками как с пациентами это грубая ошибка. Таким способом вы создаете либо уродливых детей, либо нахальных щенков. Вы тем временем сидите на вершине как отец и сидите крепко, в полнейшем раболепии никто не рискнет дернуть пророка за бороду. Мои личные отношения с вашим германским героем окончательно испортились, извительно пишет Собини Фрейд. Я желаю вам найти в себе силы для того, чтобы выбросить как тряпье этот инфантильный идеал германских титанов и героев. Фрейда раздражает, что Шпилерейн несмотря ни на что переводит на русский язык работы Юнга. Он желал бы видеть ее переводчицей только своих сочинений, не стесняется отпускать булавки в адрес своего некогда дорогого профессора и Юнг в переписке с Сабиной мнение Фрейда это греховное надругательство «На цветыней». В 1922 году умирает мать Сабины. Наша героиня возвращается в Россию, в Москву, где на волне интереса к фрейдизму и под покровительством Льва Троцкого создано русское психоаналитическое общество. Оно объединило выдающихся ученых. Сабина часть этого движения. Она читает лекции, как психолог работает с беспризорниками, с энтузиазмом берется за совершенно новое дело детский дом лабораторию, открытый советским пионером психоанализа Иваном Ермаковым. Когда я уезжала из России, тут был царь. Я приехала и нашла революцию, пишет она Юнгу. Все закатывали рукава, и я тоже должна сделать свою часть. Думаю, что это впервые, когда психоаналитик руководит детским садом. Я хотела доказать, что если ты обучаешь ребенка свободе с самого начала, он вырастет по-настоящему свободным. Для этого многое нужно, и это будет сложно, но я чувствую страсть. Сабину полностью захватывает и глобальная деструкция страны, и глобальное становление. Ученые новой России горят идеей создать с нуля нового человека, который способен управлять не только своим сознанием, но и подсознанием, и избавлен от самого страшного рабства самому себе, и от самой горькой зависимости от своих нервов и психики. Так формулировал скелет теории советского сверхчеловека психолог Лев Выгодский. За отчетами о работе детской лаборатории, правда, с некоторой опаской, следили в Берлине и в Вене. Фрейд все же возлагал на Россию большие надежды по развитию своих идей. В 1924 году в СССР даже вышла книга советского автора «Психоанализ коммунизма». А вот в личной жизни у Сабины глубокий кризис. В такой долгой разлуке Шефтель, теперь врач ростовского госпиталя, начинает встречаться с другой женщиной, у них уже есть общий ребенок. Сабина возвращается в родной город, что и как она говорит мужу, с которым фактически не жила 10 лет, неизвестно, но каким-то образом ей удается сохранить их союз, и в отношениях наступает ренессанс. Знаком его становится рождение второй дочери Евы, хотя Сабине уже 41 год. В Ростове Шпильрейн занимается психиатрией. В 1927 ведет курсы «Значение психоанализа для исследований ребенка», повышая уровень ростовских детских врачей. Работает в школе педологом. Педология была по сути детским психоанализом, но сегодня забыт даже сам термин. В 1930-х на педологии был поставлен крест, вышло разгромное постановление о педологических извращениях, где указывалось, что из-за тестов педологов все большее и большее детей зачислялось в категории умственно отсталых, дефективных и трудных. Движение психоанализа в России раздавлено. Сталин называет его замаскированным научным хламом, протаскиваемым троцкизмом. Более страшное ругательство трудно придумать. Детский сад, лаборатория закрыт, русское общество психоаналитиков ликвидировано, короткий период воспитания советского человека по Фрейду завершен. Последнее свое исследование на немецком Сабине удалось опубликовать в 1931 году в Венском научном журнале IMAGO. Это детские рисунки при открытых и закрытых глазах, где на основе работы со своими пациентами она ищет связь между психическим состоянием и манерой изображения. В конце 1930-х наступают не просто темные, а непроглядные времена. Семья Сабины попадает под железные колеса большого террора. Все ее три брата пиолог, декан биофака Ростовского государственного университета Эмиль Шпилерейн, математик, член-корреспондент Академии наук СССР Ян Шпилерейн и основатель советской психотехники доктор философии Исак Шпилерейн расстреляны. Арестован старый отец. Очевидно, не в силах выдержать атмосферы, за всеми придут, от инфаркта умирает муж. Что происходило в душе ученицы Фрейда и Юнга в это время, какие силы жить находила в себе женщина, отстраненная от работы, которая когда-то написала, считая себя рожденной для моей деятельности, без которой не вижу в жизни никакого смысла. По воспоминаниям ее племянницы Нина Шпилерейн в начале сороковых она была похожа на маленькую старушку, хотя была не такой старой, всего пятьдесят шесть лет, согбенная в какой-то юбке до земли, вдевалась только в то, что кто-то ей давал. На ней были ботинки на застежечках, теперь их называют «Прощай молодость». Я думаю, что привезла она их из Берлина. Было видно, что она сломлена жизнью. Похоже, жива Сабина была только своими девочками, Евой и Ренатой. Они выросли красавицами, стали музыкантами. Почему они не уехали за границу, когда это было еще возможно? Почему не эвакуировались из Ростова, не дожидаясь немецкой оккупации? Возможно, как и Фрейд, Шпилерейн считала, что от нации, которая дала миру Гёте, не может исходить зло. Ведь даже ангелы говорят на немецком, как сказал и однажды шутя Юнг, несостоящийся отец её Зигфрида. По жестокой иронии судьбы с Зигфридом была названа одной из орудий, стоящая на вооружении Увервахта. В августе 1942 года фашисты расстреляли Сабину и её дочерей в Змеёвской балке вместе с десятками тысяч других ростовчан. Большинство из них были евреями. Кроме революционных научных работ Шпилерейн в истории осталось и её немного взбалмошное завещание на немецком, которое она написала ещё в 19 лет, только выйдя из клиники Бурхорцли. «Мой череп я посвящаю нашей гимназии. Его надо поместить в стеклянный ящик и украсить бессмертными цветами. Мой мозг я даю вам. Тело следует сжечь. Пепел разделите на части. Одну положите в урну и пошлите домой. Вторую часть развеете по земле посреди нашего большого поля. Вырастите там дуб и напишите «Я тоже была однажды человеком». Меня звали Сабина Шпилерейн. Цикл подкастов «Гражданин Ростова-на-Дону» это совместный подарок нации и банка «Центринвест» родному городу к его 275-летию в сентябре 2024 года. В рамках проекта мы даем голоса очеркам из одноименной книги, созданной нами ранее. Субтитры создавал DimaTorzok